В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Объект на контроле. Продолжается строительство новой детской поликлиники. Пожар в заповеднике и подорожание стройматериалов. Почему работы в парке Сосино отстают от графика. Больше пить и оставаться дома. Как пережить жару? Далее расскажем обо всем подробно. Продолжается строительство новой детской поликлиники на Чапаево. Работы контролируют на всех уровнях и муниципальные власти, и регион, и ФМБА. Что уже сделано и когда объект сдадут в эксплуатацию. Практически год назад на этом месте был только котлован и слабо верила, что дело сдвинется с мертвой точки. Однако теперь с угла дома на Силкино-46 открывается вид на новое современное здание. Сдать поликлинику должны были в 2021 году, но из-за проблем с подрядчиком сделать это не удалось. Нашли нового. Им стала московская фирма «Инстройпроект». Работы контролируют на самом высоком уровне и еженедельно проводят совещания с представителями ФМБА. Периодически сотрудники агентства приезжают в Саров, чтобы осмотреть стройку лично. Объект посетила Ирина Скворцова, советник отдела капитального строительства и капитального ремонта ФМБА России. Только благодаря упорной ежедневной работе заказчика, подрядчика, администрации города, Федерального медико-биологического агентства, специально созданного отдела ФМБА, службы технического заказчика, вот только совместной такой плодотворной работой у нас получилось на сегодняшний момент, через год, иметь вот такой объект, уже видимое здание. Уверенность Игоря Викторовича в том, что все удастся выполнить до конца года, разделяют и другие стороны, задействованные в этом процессе. «Безусловно, детская поликлиника является одним из социально наиболее значимых объектов строительства на территории нашего города. Со своей стороны, администрация прилагает все необходимые усилия для того, чтобы этот объект строительства был сдан как можно скорее. И на сегодняшний день есть уверенность в том, что благодаря совместным усилиям клинической больницы ФМБА и администрации города Сарова, этот объект будет сдан в срок. По всему зданию закончен монолит. На следующей неделе завершат монолитные работы по входному крыльцу. Кладку наружных стен и внутренних перегородок, установку оконных блоков, подведение наружного водопровода и канализации сделали полностью. Идет утепление фасада, готовность 30%. Начинаются работы по устройству внутренних сетей. Кровль закончат к середине августа. Подрядчики набрали нужный темп, что нам позволяет в большей степени надеяться на то, что строительство будет завершено в срок. Сейчас в настоящий момент параллелятся работы, завозятся люди. Что касается оборудования, запланированного контрактом, оно все остается. Сейчас идет его поиск и закупка. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Еще один объект, к которому приковано внимание, парк Сосина. Его благоустройство должны были завершить к октябрю прошлого года. Почему произошло отставание от графика и на каком этапе реконструкция, расскажем в следующем репортаже. Работы в парке на улице Сосина ведут в соответствии с графиком. Сейчас завершают укладку брусчатки на дорожках. Для продолжения работ оставили только небольшие технологические проезды для техники. Также делают планировку участка, вычищают подлесок и поросль. В парке установили световые опоры, провели электроснабжение, начали монтировать и часть мафов. Другая часть тоже изготовлена и пока находится на складе. Наш саровский поставщик выполняет обязательства в срок, делает, их привозит, ставит. Но их ставит в том состоянии технологическом, чтобы потом на него навесить необходимое оборудование. Чтобы во время проведения работы оно было не повреждено, поэтому сейчас оно не так приглядно выглядит. То есть, когда работы все строительные будут завершены, будут установлены лавочки, включена подсветка, все это будет иметь такой очень хороший приглядный вид. В прошлом году подвел иногородний подрядчик, который не выполнил свои обязательства. С ним контракт расторгли. И в этом году работы в детском парке по улице Сосина выполняют муниципальные дорожно-эксплуатационные предприятия. На сегодняшний день на объекте работает 25 человек. Дополнительных работников привлекают по мере необходимости. Несмотря на то, что объект еще не достроили, уже выявили первые случаи вандализма и кражи стройматериалов. На объекте установили видеонаблюдение и привлекли нарушителей к ответственности. Очень много средств, очень много трудов вложено. И когда вандальный подход к имуществу, там один получил удовольствие от разрушения, и весь остальной город страдает. Поэтому есть только просьба горожан беречь то, что есть в городе. Поэтому задача как раз делать это максимально доступным, неким центром притяжения для города. По проекту в парке Сосина предусмотрена площадка для проведения мероприятий, подиум для зрителей. Обеспечена проводка электросетей для звука и света. Через две недели планируют завершить благоустройство дорожек и все земляные работы. Срок сдачи объекта – 31 августа этого года. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. В Госдуме приняли закон о едином подходе к организации групп продленного дня. В них будут присматривать за детьми, помогать готовиться к занятиям, а также проводить физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. Решение об открытии продленки будет принимать школа с учетом мнения родителей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Со следующей недели Минздрав запустит аналитическую систему, которая на основе данных ЗАГСов будет отслеживать причины смертности по регионам. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сначала будут оценивать эффективность здравоохранения по регионам и муниципалитетам внутри них. Затем появится карта участков с закреплением каждой улицы, каждого дома и подъезда за медработником. И тогда будет оцениваться уровень эффективности каждого врача. Министр также подчеркнул, что сегодня здравоохранение становится персонализированным и профилактическим. Основная его задача – сохранить здоровье граждан. «Мы должны внедрять анкетирование, диспансеризацию, вакцинацию, а у каждого пациента появится медицинский профиль, благодаря которому лечение будет подбираться персонально для каждого человека», – сказал он. ЗАГС озвучил самые необычные популярные имена новорожденных в Нижегородской области. Среди девочек больше всего Софии, Марии и Алис. А самыми необычными именами стали Арубина, Паулина, Родолюба, Валенсия, Ледавия, Матрёна, Лика, Даяна, Снежана, Тая, Венеция, Феодора, Беатриса, Ариэль, Мадонна, Антонида, Тая, Леона, Ассоль, Люси, Пелагея, Изабелля, Стелла и Руслана. Среди мальчиков уже который год лидируют Артёмы. А необычные имена у юных нижегородцев – Рафаэль, Тамерлан, Остап, Макарий, Иоанн, Кай, Корней, Радомир, Климент, Оскар, Сулейман. В ЗАГСе отметили положительную динамику в вопросе создания семьи. На шесть месяцев этого года зарегистрировано 7386 браков, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го. А вот разводов стало меньше – почти на 6%. В ближайшую неделю столбики термометров достигнут отметки в плюс 30 градусов. Сильная жара негативно влияет на здоровье человека. Из-за обильного патоотделения нарушается водный и солевой баланс в организме. В результате ухудшается питание мышечных клеток и работоспособность организма, а также увеличивается частота сердечно-сосудистых приступов. Как вести себя при такой погоде, чтобы избежать негативных последствий, расскажем далее. В сильную жару в первую очередь организму человека необходима вода. При этом в теплом виде она усваивается быстрее. Поэтому диетологи советуют в плюс 30 пить чай. Также не стоит пренебрегать минералками, содержащими соли. Это может быть боржоми, синтуки и так далее. При этом газы из них надо предварительно выпустить. Особенно этот совет актуален для тех, кто много времени находится на свежем воздухе. У них постоянно выделяется пот и из организма уходит соль и микроэлементы. Это чего-то точно надо отказаться от крепких напитков. Водка, коньяк, диски совершенно запрещены. То есть могут привести к остановке сердца, инфарктом и так далее. То есть ни в коем случае. А вот несладкий напиток, например, из шиповника, отвар из сухофруктов без добавления сахара – это то, что надо. Огурцы и зелень, для которых сейчас самое время, принесут в ваш организм микроэлементы, клетчатку и благотворно скажутся на фигуре. Редис, листья салата, морковь, фрукты и ягоды – тоже прекрасный вариант в жару. Белок можно получать из яиц. Съедая 2-3 штуки в день, вы восполните дневную норму по белку. Еще академик Разенков говорил, что белка может быть немного, гораздо меньше, если он идеально сбалансирован по аминокислотному составу. Так вот в яйцах аминокислотный состав идеальный. Это считается золотым стандартом по аминокислотам. Лучше есть почаще, но понемногу. У многих лето ассоциируется с мороженым, но увлекаться им не стоит, особенно больным с сахарным диабетом. Лучше заменить мороженое на фруктовый лед или съесть яблоко из холодильника. Также важно в жару уделять внимание одежде, отказаться от синтетики, обтягивающих штанов или платьев. Все должно быть свободным. Такая погода плохо действует на многих. От нее страдают и маленькие дети, и молодежь, и особенно пожилые люди. В этот период нужно обязательно принимать лекарства, те, которые рекомендуют доктора принимать. И стараться в самый жаркий период времени не появляться на свежем воздухе. Если возможно, исключить домашние условия, в саду, на даче, где-то в домике. Пересидеть просто вот этот период времени. Как правило, солнце наиболее опасно с 11 до 15-16 часов. В это время врачи советуют не заниматься спортом. Лучше это сделать утром или вечером. Спорт в жару приведет к потере микроэлементов и, как следствие, к судорогам. Отлично такую погоду подойдет только плавнее. С кондиционерами тоже не все так просто. Ни в коем случае не должен быть направленный воздух. Охлаждать комнату лучше до 22 примерно градусов, не ниже. Хотя хочется иногда и на 16 поставить. Но при этом не надо забывать, что вы в ночной режим вошли, вы уснули и вы замерзли просто-напросто. А если еще и дети находятся в комнате, то, соответственно, наступит переохлаждение и человек заболеет. В ближайших выпусках новостей мы расскажем о том, что делать при тепловом и солнечном ударе или ожогах. Полностью интервью со Светланой Рябовой смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Жаркую погоду многие горожане стремятся провести свободное время на пляже. Однако, купаясь в водоемах, необходимо помнить о правилах. В регионе с начала купального сезона утонули уже 25 человек. Из них пятеро дети. Большинство трагедий произошли из-за несоблюдения техники безопасности. Купальный сезон Нижегородской области начался 1 июня. В Сарове пляжи открыли на неделю позже. Официально в нашем городе работают два пляжа, на которых дежурит спасатель на боровом протяжке. В границах плавания, обозначенных бойками. Заплывать за них или купаться в других городских водоемах запрещено. Вода не терпит халатного отношения. С начала сезона в регионе утонули 25 человек. Из них пятеро были несовершеннолетними. При нахождении в воде нужно проявлять предельную осторожность. Также призываем проводить свой отдых только на специально оборудованных для купания местах на пляжах, где осуществляют дежурство спасатели. В местах, оборудованных для купания, проверяют дно. Убирают посторонние предметы, чтобы отдых горожан был максимально безопасен. Однако и сами отдыхающие должны придерживаться простых правил, которые сведут риски к минимуму. Не заплывать за границей купания, не подплывать к движущимся судам и не находиться долго под водой. Ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как в большинстве своем в летний период люди гибнут именно в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей ни в коем случае не оставлять своих детей одних у воды без присмотра во избежание возникновения трагических случаев. Также спасатели советуют не купаться сразу после приема пищи, не перегреваться на солнце перед купанием и не лезть в воду в ненастную холодную погоду и в темное время суток. Тёмные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». 7 по 10 июля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мёд. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии» один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Саровчан уже ждёт мёд нового урожая 2022 года. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мёд можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Ещё в советский ГОСТ температура хранения мёда 18 градусов и в тёмном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягеля и прополисный мёд улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мёд благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мёд. А мёд диких пчёл содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с мёдом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 7 по 10 июля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!